Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире Анапа-регион. Я Кристина Рабина. Здравствуйте. О главных событиях дня – материалах наших корреспондентов. На финишной приморе конструкция бассейна в спортивной школе «Виктория» подходит к завершению. Самбо в школу. Более 2,5 тысяч детей со всей страны смогли принять участие в пробных занятиях по самбо. Все идет по плану. В Варваровке готовятся к празднику достойно. Завтра – день Супсевского сельского округа. Запланированы народные гуляния с концертной программой и награждением самых активных жителей. Именно они являются своеобразными локомотивами развития территории. Сегодня наша съемочная группа побывала в селе Варваровка. Посмотрела, как идет реконструкция трассы, побывала на месте, где будет новая спортивная площадка. Вербы возле источников Варваровки. После того, как их посадили в это вербное воскресенье, они начали было подсыхать. Так появилась табличка с просьбой поливать. И деревца в буквальном смысле отпоили, несмотря на жаркое лето. Очередь за ключевой водой, пусть и небольшая, здесь нормальное явление. Наталья Маслова возглавляет территориальное местное самоуправление. Говорит, что в свое время было решено, если жители приводят в порядок источник, администрация прокладывает асфальт. Договор пусть и устные стороны исполнили в полном объеме. Здесь будет спортивная площадка для уличного баскетбола и футбола. ТОС выиграл 300 тысяч рублей на краевом конкурсе, этих денег хватило только на ограждение высотой 34 метра. Администрация и депутат укрепляют стены и делают отводы для воды, что важно при таком рельефе. А газовики пообещали забетонировать основание и уложить специальное покрытие. Аналогичным образом решаются практически все основные вопросы. Для этого мы проводим сходы граждан. Это очень хорошая штука. Мы собираемся, жители собираемся, активисты собираемся, приглашаем администрацию, приглашаем Южный поток, приглашаем депутатов. Они рассказывают о том, что они могут сделать. Мы говорим, что нам надо. И вот тогда уже разрабатываем, так сказать, стратегию, что на сегодняшний день реально выполнить. Что откладывается в долгий ящик, будем говорить так, что не решается сразу. Такое тоже есть. Реконструкция дороги одна из тем, которую местные жители поднимают постоянно. Летом движение по трассе на Суко и Утриш очень оживленное. Нужны пешеходные переходы, тротуары. Здесь устанавливают бордюры, затем будут асфальтировать тротуар. Только после этого уложат новый асфальт. Последовательность работ как раз и учитывает интересы жителей Варваровки. В планах – изыскать средства на оборудование нескольких остановок общественного транспорта. Люди просят, конечно, и очень хотелось бы. Даже, знаете, вот где автобус останавливается, люди стоят, вот дорога, и обочина практически на обочине. Хотя бы вот два метра сдвинуть, хотя бы какая-то, как сначала. Вопрос обязательно обсудят уже завтра днем. В селе помнят поговорку про воду и лежачий камень. А живой пример, что на доброе дело деньги всегда найдутся – этот храм. Теперь в маленькой церкви откроют трапезную, воскресную школу и православную библиотеку. Бассейн в спортивной школе «Виктория» впервые после начала реконструкции наполнят водой. Ремонт подходит к завершению, и рабочие планируют протестировать систему гидроизоляции. Накануне на объекте побывали глава Анапы Сергей Сергеев и избранный депутат Госдумы Российской Федерации Иван Демченко. 14 миллионов рублей на реконструкцию 25-метрового бассейна, построенного более 40 лет назад и ни разу так и не дождавшегося капремонта. 10 миллионов выделил инвестор – Абинский металлургический завод, еще 4 – муниципальный бюджет. Директор подрядной организации держит ответ. За два года Виктория получила значительные средства из муниципального бюджета на ремонт. Для занятий спортом создаются все условия. Мы вот сделали метражик, здесь были коммунистические, металлические. Я понял. Это ужин. Холодно было зимой. Нам надо для дошкольников, для групп, для школьников, дошкольников сделать бесплатное бассейн. Это в наших слоях, это в наших слоях. Да, да. Главный вопрос от заказчиков реконструкции – срок сдачи объекта. Подрядчик заверил – работы не останавливаются ни на день. Уже завтра пройдут первые испытания. Гарантия – 24 месяца. Ухоженный сталой прилегающая к школе территория. Сергей Сергеев поручил Ремстрою построить 40-метровую пешеходную дорожку и абордюрить газоны. К выполнению муниципальное предприятие приступило без проволочек. Бригада муниципального предприятия Ремстроя продолжает благоустраивать Анапу. Участок улицы Чехова в простонародье 100-метровка пользуется особой популярностью у жителей 12-го микрорайона. Зеленая зона, торговые точки с доступными ценами и широкие тротуары делают это место удобным для прогулок молодых мам с колясками людей преклонного возраста. Единственным нареканием от жителей было состояние тротуарного покрытия, которое за год эксплуатации порядком износилось. Плитка потрескалась, а в некоторых местах и вовсе провалилась. По распоряжению главы города Сергея Сергеева для решения этой проблемы были привлечены специалисты Ремстроя. На промежутке от УВД и до спортивной школы номер 3 они проводят косметический ремонт. Здесь будет заменена плитка. Отсыпка, песочная смесь и другие строительные материалы завезены в полном объеме. Всего планируется частично заменить более 400 квадратных метров тротуарного покрытия. Завершить работы планируется уже к концу этой недели. В центральной библиотеке молодые анапчане встретились с жительницей Анапы Галиной Булатовой. Когда началась война, ей было 12 лет. Днем она работала на заводе, а вечером помогала ухаживать за ранеными. Мероприятие прошло в дни, когда город-курорт отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Их бананик, волна серии, чайки водят, корово и гостей, гостей России приглашаю круглых годов. Как рассказывает сама Галина Брониславовна, именно песня вдохновляла ее и помогала в самые сложные минуты жизни. Для студентов также спели поэт и композитор Владимир Добрынин, солистка-лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального мастерства Надежда Струнка. Краевед, автор книги «Анапа. Город воинской славы» Валерий Валиев, рассказал о мужестве и подвигах анапчан, а также реальной истории из жизни тех, кого детьми угнали на работы в Германию, кто пережил оккупацию. Далеко разорвалась бомба, и окна выбиты, стекла выбиты, и мальчишка полностью весь изранен. До сих пор, до сих пор, вот ему же там лет 80-75, у него и шрамы, и все лицо такое, это 4-6 месяцев было получено ранение. Это что? Вот что такое война. Поэтому, вот здесь сидит молодежь, это же наша смена. В июне в России 21-й век, это звучит очень гордо. Вы перешагнули 21-й век, поэтому ваша задача сейчас быть надежным. Единственный вид спорта, соревнования по которому проходят на русском языке, тренировочная форма, напоминающая рыцарские доспехи, самооборона без оружия – это все о самбо. Во Всероссийском детском центре смена вот уже несколько месяцев работает проект «Самбо в школу». Более 2,5 тысяч детей со всей страны смогли принять участие в пробных занятиях. В рамках президентских состязаний прошел круглый стол, на котором обсуждались детали проекта. В России начал работу федеральный проект «Самбо в школу», цель которого – воспитание дисциплины волевых качеств и навыков самообороны у детей и подростков. Во время круглого стола на президентских состязаниях руководители делегации ближе знакомятся с программой, узнают, каким образом лучше начать ее реализацию в своих регионах. Из Москвы на связь с участниками круглого стола вышли заместитель министра Миноборнауки Российской Федерации, председатель рабочей группы проекта «Самбо в школу» Вениамин Каганов и директор Центра организационно-методического обеспечения и физического воспитания Николай Фетченко. Они отметили важность популяризации национального спорта в России, и необходимость информирования региональных представителей о возможностях проекта «Самбо в школу» для его дальнейшего развития. Николай Фетченко отметил, что «Самбо» как вид по выбору будет включен в программу президентских состязаний. «Самбо включает всегда не только бросок, но и еще, чтобы человек упал правильно, ничего себе не повредил, не сломал». Мастер-класс для участников встречи провели представители Государственного управления МВД России. Лейтенант полиции, мастер спорта международного класса по «Самбо» Юрий Суифуддинов рассказал, как навыки самообороны помогают бороться с преступностью, о привлечении перспективных спортсменов на работу в правоохранительные органы. Представители регионов увидели, как тренировки будут проходить на практике. Смена не один год сотрудничает с Центром спорта и образования «Самбо-70» из города Москвы. Воспитанники школы каждое лето проводят тренировочные сборы на территории Всероссийского детского центра. Специалисты «Самбо-70» поддерживают программу «Самбо в школу». Тренеры Центра спорта и образования регулярно тренируют учеников из ряда московских школ в рамках дополнительного образования. С конца 80-х годов мы занимаемся конкретной программой распространения «Самбо в школу». Я уже говорю, 18 наших тренеров работает в школах и больше тысячи человек в школах занимаются самбо благодаря «Самбо-70» конкретно. Это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что это необходимо делать. Делегация Севастополя впервые приняла участие в президентских состязаниях. Руководитель делегации Елена Шевченко отметил высокий уровень проведения соревнований, немаловажность презентации проекта «Самбо в школу» на мероприятии такого уровня. За счет единоборств, за счет вот этих вот грандиозных проектов, которые проводятся, в частности, вот сейчас «Самбо» в школы, мы поможем повысить физическую культуру в школах и, естественно, вовлечь систематические занятия физической культуры всех школьников. Центр занятости населения города Анапа приглашает работодателей и граждан, ищущих работу, на городскую ярмарку вакансий в рамках краевой акции «Планета ресурсов», которая будет проходить 30 сентября с 10 утра до 12 дня. В Анапском сельскохозяйственном техникуме по адресу город Анапа, улица Черноморская, дом 11. Справки по телефону 402-38 и 320-41. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.